как говорится ну что начнем начался сезон активности почек зима как раз почки активны поэтому поэтому это лучшее время для того чтобы поработать с почками а именно провести такую интересную очисточку очисточку с помощью талой воды расскажу свой собственный опыт я уже в каком же году где-то по моему 2011 там я голодал где-то недельки недельки наверно 2 и в это время я только употреблял талую воду так вот за время употребления талой воды у меня какие-то отложения в почках превратились в песочек и примерно недельки через две после голодания через две там три начал выходить песок конечно было больно тут вывод какой надо было бы пить дольше то есть чтоб не просто его превратить в песок а дальше значит пить для того чтобы он еще мельче стал и вышел безболезненно то есть с одной почки сначала и уходил так на эти боли продрали будь здоровым я как раз поезде ехал что было то было вот а через некоторое время и со второй почки так так же было поэтому теперь учтя вот этот вот опыт с помощью значит талой воды вы можете очищать почки убедился на своем собственном примере значит очищать сосуды кровеносные очищать желчный пузырь от разного рода конкрементов так мягенько ну для этого надо попить конечно и где-то в течение месяца как делается это вода вода делается просто наливается в бутылку питьевая вода в морозильную камеру на ночь уточкам вынимаете ставите ее сегодня забыл попить видать не беспокоит особо почки вот если беспокоили пил бы регулярно короче ставите оттаяло оттаяло там допустим ну пускай где-то грамм 50 буквально таки на один глоточек вы раз и выпили а там лед и вот все это можно делать до тех пор пока у вас там имеется лед вот это талая вода если лед растаял буквально таки максимум наверное через полчаса вода теряет свои растворяющие свойства это вы должны понимать как она работает вот этот видосик я сделал ну и еще дополняю вот я как раз бутылку тут вынул показываю где там что плавает и прочее я думаю поняли процедура очень полезно позволяет сделать очень много хороших вещей очень много для сосудов у кого там варикозное расширение вены если хорошенько попить так месяца два-три посмотрите потом как у вас с вашими венами стало камни значит в почках камни в желчном пузыре в том числе твердый все это потихонечку растворяется размалевается но мне примерно так было сто процентов я гарантии не даю у каждого все по-своему но я вам рассказал о своем опыте я думаю это очень и очень хорошо вот бутылочку я поставил видите она растает и оттаивает вот еще лед вот там вода вот эту водичку и пьете пьете примерно грамм по сто не больше 50 300 потому что холодная все-таки вода чтобы вы желудок не застудили и сейчас как раз начинается время активности почек воспользуйтесь для того чтобы по очищать их вот какая вот такая вот простая очисточка почек дробит камушки да она будет действовать и конечно на желчный пузырь на желчные камушки причем на твердые очищать сосудики воспользуйтесь этим прекрасным моментом есть особый день в году наступает темноту новым годом он зовется и всех людей дается шелестят конфет отвертки там мандарин стоит и наряженная елка огоньками нас манит банк и целевая в ну как что в Волшу кла мы жадно ждём, И под чёканье бокалом Хоть и счастье в каждый дом! Веселись, 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 Веселись на кровь! Наступает, наступает Новый, Новый год! Вот ночь он нам несёт, Он подарки раздаёт, Разве любовь на счёт, Это Новый, Новый год! Так и спи, дружок сердечный, Наливай бокал с карди, Загадай своё желание И под звонку ром-попе! Веселись, веселись, веселись на кровь! Наступает, наступает Новый, Новый год! Вот ночь он нам несёт, Он подарки раздаёт, Веселись, веселись, Это Новый, Новый год! Я благодарю вас за то, что тысячи откликались, Проявляете свою благотворительное поддержание канала! Продолжение следует...